Продолжаем говорить про культуру. Сегодня в галерее Хазине открывается персональная выставка работ художника Анатолия Егорова. Ее следует обязательно посетить, хотя бы потому, что будет представлен уникальный гобелен его работы. Об искусстве Анатолия Николаевича говорим этим утром с искусствоведом Диной Ахметовой. Доброе утро. Здравствуйте. Дина Эриковна, давайте начнем с того, что расскажем, какие работы Анатолия Егорова будут представлены на выставке. Ну, там в первую очередь представлены гобелены и живопись, да, потому что Анатолий Егоров по специальности художник монументального декоративного искусства, да, то есть он получил специальность как гобеленщик фактически. То есть даже такая вот специальность есть, гобеленщик. Да, да, да. У нас в Торстане крайне мало гобеленщиков, да, то есть я вам буквально на одной руке могу посчитать, сколько их людей. Да, да, буквально раз, ну, 3-4 человека. Крайне редкая специальность, а Анатолий Егорович при этом монументально делает гобелены, то есть это не маленького размера. Они замахнутся ли нам? Огромные, да. Да, да, да. И вот на этой выставке будет действительно огромная такая, действительно огромная премьера гобелена, посвященного творчеству и самому, естественно, личности Николая Ивановича Фешина. Это такой своеобразный, можно сказать, памятник Фешину, которому до сих пор памятника в Татарстане не поставлен. Это наш удающийся земляк. Вот. И Анатолий Егоров этот гобелен делал практически 10 лет. То есть это фактически, не знаю, как Сикстинская капелла. Ну, давайте скажем, каких размеров тогда, чтобы вот иметь, чтобы понимать. Это работа 4 на 2,7 метра, да? То есть это почти, ну, там, 12 квадратных метров. Это действительно великолепная вещь. Вот я прям категорически советую прийти на выставку и посмотреть, потому что, ну, действительно, вы такое, ну, я не знаю, где вы такое вообще увидите. Ну, там представлен сам Фешин, то есть его портрет, да, со знаменитой фотографией и фрагменты его самых, наверное, известных работ. То есть это такое очень красивое декоративное полотно фактически, потому что гобелен Анатолия Егорова – это своего рода живопись в нитках. Там настолько тончайшее вообще сочетание цветов, которые он подбирал совершенно вот скрупулезно. Поэтому я думаю, что событие получилось просто выдающееся, обязательно надо прийти. Да, это где-то уже выставлялось, показывалось или это дебют? Это ни разу не выставлялось, это настоящая премьера. Вот как в кино премьера, так и здесь премьера огромного произведения. Я думаю, что это действительно событие большое. А что отвечает в живописной работе? Да, живопись будет еще. Да, там будет еще и живопись. И вот я действительно думаю, что его гобелен – это такие настоящие живописные произведения, да. А живопись чем-то напоминает гобелена своей вот этой декоративностью, красочностью. Они очень красивые. Вот поверьте, красиво. Обязательно надо прийти, еще раз, в десятый раз говорю. В живописи что можно посмотреть? Что самое интересное? Что главная тема? Вы знаете, темы такие очень какие-то уютные, что ли, темы, да. Это пейзажи Свияжска, да. Это дети. Дети совершенно изумительные. Дети. Любовь к женщине. Есть там и духовные сюжеты. Потому что, ну, наверное, Свияжск, он все равно навевает какие-то вещи такого высшего порядка, да. То есть вот такие вот есть вещи. Это очень позитивная, очень, очень красивая по цвету живопись. Ну, в том числе там и гобелен тоже есть, помимо Фешинского. Поэтому, да, это будет очень необычно. Потому что гобеленов мы редко видим. Анатолий Егоров. Мастер. И при этом очень скромный человек. Потому что, раскрою небольшую тайну, мы его приглашали в программу. В силу своей скромности... Не удалось нам заманить его и заполучить. Можно ли будет с ним пообщаться на выставке? Конечно. Но на выставку он обязательно придет. Вот уж тут не отвертится. Кстати, да. Когда это будет? Открытие? Когда это состоится? Открытие состоится сегодня в 4 часа. И выставка продлится месяц. Поэтому, если сегодня не успеют зрители, то, пожалуйста, в течение месяца обязательно приходите. Вот ни за что не пожалеете. У вас будут совершенно замечательные эмоции, очень красивые эмоции. Вы так вкусно так рассказали. Ну, потому что мне очень понравилось. Ну, видно, что вы прониклись, да. Очень. Верим. А какой, может быть, возрастной аудитории это будет интересно? Это для молодежи? Это для взрослых? Я думаю, это возрастная категория от нуля и там от бесконечности. Каждый найдет что-то свое, да? Ну, там, может быть, есть какие-то нюансы для детей, что может быть что-то. Но я думаю, что это не страшно. Все, понятно. Очень интересно. Мы желаем вам удачного открытия. Да, и призываем всех наших телезрителей все-таки действительно сходить и один раз увидеть, чем сто раз услышать. Конечно.